Всем привет! В свой выходной я решила не сидеть дома, а сходить погулять, исследовать местность. Куда я иду? Я решила сегодня сходить в заказник, который называется Южное побережье Невской губы, и в парк Собственная дача. Я решила уже идти знакомым мне путём... Меня тут собака преследует... Через парк Сергиевку я ищу бесплатные способы отдохнуть на природе. Я бы могла поехать в парк Петергов. Фонтаны, вся вот эта вот красота. Но я студент, и я человек, который не любит растраты всякие, поэтому есть много бесплатных парков, куда свободный вход, поэтому нужно исследовать их. Ну, можно даже куда-то просто тоже поехать на электричку в какой-нибудь город, вон, например, в соседний Ломоносов, я там не была, тоже исследовать это всё. Просто гулять по улице. Единственное, что мне пока не ясно, почему. Хвойный лес, а ягод нет. То есть черники, брусники. Я не думаю, что их прям здесь все выили около тропинки. Как вы думаете, в чём может быть причина, что есть кусты, да, а ягод нет? Если что, сейчас начало сентября. Конечно, когда я публикую это видео, уже будет далеко не начало сентября. Я просто не успеваю публиковать эти видео, монтировать. Мне не хватает времени вообще. Собственная дача. Название это такое интересное. А почему такое название? А дело в том, что эта усадьба была не парадной резиденцией, а личным императорским владением, куда допускались только определённые лица, либо по приглашению. Я сейчас направляюсь в сторону Троицкой церкви. Понятное дело, что в годы Великой Отечественной войны здесь очень много всего было разрушено уже послевоенные годы. И по сегодняшний день тоже идёт реконструкция архитектурных памятников. И вот церковь, какову мы её сейчас видим, она была уже воссоздана во время реконструкции. Уже в 2015 году. Потому что здание очень сильно пострадало в Великую Отечественную войну. Вот и она, собственная дача. Но сейчас находится она на реконструкции. Поговаривают, что здесь будет дворец бракосочетания Петро-Дворцового района. Но я сейчас хочу направиться в заказник. Он находится по ту сторону трассы, около залива финского. Я сегодня так медленно разговаривала, как будто я эстонка. Покинула парк и оказалась опять в каком-то посёлке пригородном. И я вновь дошла до дач. Это место называется Просвещение или Огородничество Ягодка. Это огородничество находится около Финского залива. У людей здесь в садах вновь много яблок, облепихи. Теплички стоят. Ну уж я не знаю, что там в тепличках. Огурчики, помидорчики. И если вам было интересно, как выглядят дачные участки под Петербургом, то вот именно так. Так интересно, что ряска затягивает все маленькие водоёмы и потом такие прям зелёные поля. А вот, наконец-то, и опознавательный знак. Южное побережье Невской губы. Участок, собственная дача. То есть вот мы были вот здесь, около Троицкой церкви, дворец собственной дачи. И прошла я вот, получается, по этой дороге. Здесь находятся эти дачные участки. И вышли мы вот, где-то вот здесь мы находимся. Здесь тоже есть на что посмотреть. Здесь какие-то усадьбы находятся. Знаете, я вот когда захожу на территорию вот таких полузаброшенных особняков, у меня складывается ощущение, что я в каком-то 19 веке очутилась. Здесь только всё в таком запустении. Те же самые аллеи, где гуляли когда-то люди. Теперь здесь гуляю я. Как красиво. Выход к заливу. Тут какой-то мини-пляжик. Сегодня вообще очень хорошая видимость. Вновь кукурузина видна. Петербург. И даже Кронштадт. Вот так. Вот так. Маленькие самолеты летают, как их называют, легкомоторные. Здесь так красиво, просто жуть. Ну и посмотрите, в каком состоянии у нас находится историческое наследие. Дача Людвига Ивановича Крона была построена в то же время, что и близлежащей дачи, о которой пойдет речь далее. Но, к сожалению, она сгорела в ночь с 20 на 21 октября 1995 года. Это, например, дача Крона. Тут дача еще из Сан-Гали. Дача Грубая. Конечно, деревянные сооружения очень сложно сохранить. Они очень быстро поддаются течению времени. У этого здания очень красивые резные вставки на окнах. Везде вот по периметру дома. Целый какой-то даже терем, я бы сказала. Огромный, двухэтажный, даже может быть, трехэтажный терем. Но это дача. А это у нас дача Бенуа. По-моему, она в наиболее лучшем состоянии из всех предыдущих. У нее даже окна не заколочены. Красивое здание тоже. Как из сказки. Дома эти, как из сказки. Эта дача одна из трех дач Бобыльских, ныне поселок просвещения, которую архитектор Леонтий Николаевич Бенуа построил в 90-е годы 19 века. Для себя и для своих родственников. Когда я шла туда гулять, я абсолютно не знала, что там, на берегу Финского залива, находятся настолько прекрасные памятники архитектуры. А каково мое было удивление, когда спустя несколько дней после этого я узнала, что эти здания принадлежат СПБГУ сегодня. А там свет горит слева в домике. Я бы, конечно, здесь дольше находилась, но меня испугала собака. Там, видимо, охраняет этот дом собака. И она такая грозная, что я поспешила ретироваться. Потому что я очень боюсь собак. Если бы, конечно, я увидела кого-нибудь из смотрителей, я не знаю, как сейчас используется эта дача, но я бы, может быть, подошла бы, порасспрашивала, может быть, даже бы внутрь завели. Но там собака! У меня аж сердце. Вот такая вот у меня сегодня получилась прогулочка. И по парку, и около моря, еще и посмотрела памятники архитектуры. И я сейчас поняла, что вот я хожу около вот этих вот разрушенных дач, зданий, да, исторических. Ведь это напрямую связано с моей специальностью. То есть охрана природного и культурного наследия. Вот оно и есть. Оно то самое природное и культурное наследие, которое нужно охранять, восстанавливать. По факту я пришла в очень нужное место. И до таких памятников очень много у нас, конечно. Это ведь должно ложиться на плечи государства. А если государство не может, может быть, какие-то частные инвесторы должны этим заниматься. Но если не восстанавливать, хотя бы консервировать, консервацию производить. Бог с ней с реставрацией. Это понятно, это очень долгий процесс. Но хотя бы предотвратить разрушение этого памятника. Потому что, ну, будем откровенны, ещё несколько лет, и оно уже превратится в труху, и всё саморазрушится. Дерево — такой материал, что очень подвержен гниению. Жаль, жаль, конечно, что у нас не сохраняется наше историческое наследие. Ведь это ведь и есть наша память. Обидно как-то. Ну, в любом случае, у меня сегодня такая очень хорошая прогулочка получилась. Мне понравилось. Новые места исследовать всегда интересно. Слушайте, а симпатичненько в этой части Петергофа. Автобусы ходят. Малоэтажная застройка. Новая школа. Видно, что прямо вот её недавно построили. Пруд, уточки. Рядом электрички. Ещё и частный сектор. С прозрачными заборами. Когда высокие заборы построены, то тогда выглядит это немножко не очень. А тут прям, как, знаете, как европейская деревня какая-то. Очень, конечно, всегда важно, чтобы была транспортная доступность. Здесь как-то свободно. То ли из-за того, что это окраина. И здесь ещё нет никаких этих больших, огромных зданий. И, соответственно, они не давят. Либо так везде за городом. Я вот не пойму. А вот здесь вот будет сквер военных железнодорожников. Пока он в процессе создания. Ну, когда-нибудь. Он появится и откроется. Находится он прямо около станции Старый Петергоф. То есть тут такой вот будет скверик. Миленький, уютненький. Пока здесь всё благоустраивают. А вот там, где я смотрю, детская площадка. Но её тоже ещё делают. Видно, что всё высаживают, обустраивают. Я сегодня прям очень много увидела. Очень много с чем познакомилась. И всё-таки я приверженец малоэтажной застройки. Это настолько комфортно. Настолько это выглядит уютно. Нету никаких пробок на въезде и выезды в районы. И ты чувствуешь себя более в безопасности. Потому что ты, в принципе, на лицо знаешь своих соседей. А когда ты живёшь в многоэтажке, 25 этажей, ты никого не знаешь. Ты ни с кем не здороваешься. А тут, пожалуйста. Вот. Вот как должно быть у нас в России. У нас же вроде проблем с землёй-то нет. У нас же не маленькая страна. Почему у нас строят вот такие огроменные здания? Для кого их строят? Для чего? Дорогу моют. И вот только сейчас я поняла, куда я вышла. Я вышла на ту остановку, которую в прошлый раз я перепутала, когда вышла с этой станции, с чемоданами, когда я там тащилась. А тут, блин, приходится в такие перди тащиться. Ира, ничего. Подъедет, к примеру, наверное, такой автобус. И я ещё должна туда как-то-то затащить всё. Вот она, впереди остановка, а вот ЖД-станция Старый Петергоф. Ну что, узнали? Узнали это кольцо? Я узнала. На задушке... А на ней通že. Спасибо. Спасибо. Спасибо.